Уважаемые любители рок-музыки, вы будете смеяться, но рок-группа Волочука СД усиленно готовится к первому живому концерту. Мы решили, что хватит баловаться в студии, пора уже выходить на реальную сцену и радовать вас своими нетленными произведениями. Мы запланировали еще один онлайн концерт в ютубе на середину февраля, а в марте уже хотим реально презентовать группу на какой-нибудь концертной площадке. И сейчас заблаговременно хотим подобрать клуб, где бы мы смогли представить группу. А так как это наш первый выход в свет, то конечно ожидать, что на концерт придет много народу было бы очень самонадеянно с нашей стороны. Конечно, музыка у нас прекрасная, и стадионы обязательно будут в нашей биографии, и я уверен, что вы в этом не сомневаетесь, так же как и мы. Но начинать со стадионов было бы на нашем месте крайне опрометчиво. Поэтому мы выбираем площадку человек на 200-300, чтобы там был и небольшой танцпол, и чтобы были места для тех, кто хочет за столом и бокалом вина или стаканом виски наблюдать за нашим выступлением. И вы опять будете очень сильно смеяться, так как, несмотря на обилие в Москве различных баров, ресторанов и клубов, концертных площадок с заявленными параметрами, не так уж и много. Есть либо меньше человек на 50-100, либо наоборот значительно больше. Либо есть подобные по вместимости, но на окраине города. Нет, мы ребята неприхотливые и с уважением относимся к любым заведениям. Но нам хотелось бы начать с центра. Ведь мы же находимся на старте для взлета на Роколимб. И думаем, что стартовая площадка для хорошего начала лучше все-таки, чтобы находилась в центре города. Поэтому сейчас мы находимся в процессе выбора концертной площадки. И в этих целях лично посещаем различные заведения. Осматриваем зал, узнаем, какова общая вместимость, сколько посадочных мест за столиками, сколько помещается на танцполе. Осматриваем диспозицию, расположение сцены, знакомимся с техническим райдером. И даже заказываем себе блюда из ресторана, чтобы понять, насколько вкусно здесь готовят. И расторопно ли обслуживают. Ведь и это влияет на то, какое впечатление мы произведем на публику своим концертом. И посещая подобное заведение, мы стараемся совместить приятное с полезным. То есть приходим в заведение не просто так, а на концерт какой-нибудь приличной группы. Тогда удается оценить и звук в зале, и видимость сцены с сидячих мест, и попробовать кухню, и дать оценку вежливости обслуживания, и оперативности допуска в зал в связи с ковидом, и узнать наличие парковки. Вот сегодня мы решили посетить клуб-ресторан «Магнус Локус», который находится на проспекте Мира, возле метро Сухаревская. Хотим ознакомиться с клубом, а заодно и посмотреть концерт легендарной группы «Серьга» во главе с Сергеем Галаниным. Честно скажу, не знаю, будет ли это акустический концерт или электрический. Это мы узнаем по ходу действия. Стоимость билетов на концерт колебалась от двух до семи тысяч рублей. В зависимости от близости столика к сцене, мы приобрели билеты в первый ряд. Ведь нам нельзя сидеть сзади их. Мы должны все увидеть, рассмотреть, услышать и вам показать. Предварительно немного расскажу вам о группе «Серьга». Хотя, уважаемые любители рок-музыки, думаю, что если человек интересуется рок-музыкой, то он не может не знать группу «Серьга». Но на крайний случай, вдруг все-таки такие люди есть, я вкратце расскажу. Рок-группа «Серьга» образована Сергеем Галаниным в 1994 году. И как вы, наверное, заметили, название состоит из первых слогов имени и фамилии этого уже известного на тот момент музыканта. На мой взгляд, это очень удачное название. Мне, вот видите, пришлось называть группу своей фамилией с инициалами, чтобы не устраивать плагиат. Да и получилось бы что-то невнятное, типа «Сервол». А у Сергея Галанина хорошее сочетание, удачное. Поэтому удача им сразу же и начала сопутствовать еще тогда, в 90-е годы. Ведь мы же все знаем, как корабль надзовете, так он и поплывет. Песни группы «Серьга» сразу же становились популярными уже тогда. На вскидку назову несколько песен, которые сразу стали хитами и крутились на многих радиостанциях. А что нам надо, да только свет в оконце, спокойной ночи, теплый воздух от крыш, дорога в ночь, страна чудес. У них были и удачные дуэты. Например, с Константином Кинчевым, песня «Любовь», с Сергеем Крутиковым, со сценическим псевдонимом «Михей», песня «Мы дети большого города». И до сих пор Сергей Голанин фонтанирует идеями и постоянно выдает хорошие песни. Он даже об этом заявил на квартирнике у Маргулиса. Группа в основном играет гитарную роковую музыку, хотя в различных песнях использовала и другие инструменты. В частности, саксофон, тромбон, виолончель. А на начальном этапе с ними работал и наш легендарный баянист Рушан Аюпов. Сейчас же, насколько я знаю, в группе, кроме барабанщика, одни гитаристы. Ритм, соло, акустика, бас. Сам Сергей Голанин ранее играл только на басу. Сейчас играет и на басу, и на электрогитаре, и на акустической гитаре, и на гавайской гитаре укулеле. Поэтому музыка группы, конечно же, рассчитана на любителей гитарной музыки. Больше ничего рассказывать не буду, а просто приглашаю вас на концерт группы «Серега» вместе с нами в клуб-ресторан «Магнус Локус». Концерт, совмещенный с ужином и осмотром концертной площадки. А после концерта подведем итоги. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки, мы находимся внутри клуба-ресторана «Магнус Локус». Обстановка приличная. Меню здесь вообще очень хорошее. Мне понравилось меню. Выбор богатый. Разные жареные сыры и креветки всякие, какие авторские блюда. Даже оливье есть и с крабовым мясом, и с семгой всякое есть. Сейчас будем пробовать. Но самое главное, звук так очень приличный и заведение приличное. Посадочных мест немного, тут 100 мест посадочных. Но так выглядит прилично. Посмотрим, как звучит все. Ну, пока вот так. Со вторым этажом. Ну, для рок-звезды Волчука СД самое главное место прямо напротив главного микрофона. Потому что Сергей Галанин, я так думаю, будет стоять вот здесь, за главным микрофоном. Ну, вот такое меню. Выбор богатый. И всякие завтраки есть, и салаты, и горячие и холодные закуски, и горячие блюда. Все есть. Гриль есть, супы, десерты. Богатый выбор свертных напитков. Им просто повезло, что я не пью, а там все выпил бы. Ну, везет людям иногда, когда я прохожу. И будь атеистом В канун звездопада Здесь небо так близко Что спичек не надо А будь альпинистом При ясной погоде При сдрыгнулся мне Сразу хочется чая В подстаканнике строй Советскую шею Вопрос мой привычный А нам отвечали Потерпительно Я бежал из города Я бежал из города От смерти тень Я бежал на вермином на стену Воздух От гришь Поднимается вечер И ты в огнестве стеришь Сигарета Субтитры создавал DimaTorzok 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 Белый кальпак Субтитры создавал DimaTorzok И те, кто на своих двоих Спасибо Так, у нас одна лишняя Ни кто не хочет? Есть кто-нибудь? И все, кому очень важно ваше творчество, ребята Спасибо, спасибо Ваше творчество есть Здорово И даже люди, видишь, меня уволокивают отсюда Там кто-то, который не важно ваше творчество А мне ваше творчество важно Здорово Ты взял билет у бара, а торчишь тебе в портрере Это разница Это разница Ну, я пока... Давай, Димуль, тебе Спасибо огромное Давайте мы Будем здоровы Сейчас это Простое Вот есть два простых тоста Которые мы иногда Ну, как-то так Несерьезно повторяем А ты опозрилили? Начали акцентировать И понимать серьезно всего Будем здоровы И всем нам мирного неба над головой, как говорится Давайте Ну, кто Кто чем может, как говорится Спасибо огромное Спасибо Таинственный незнакомец Спасибо А сейчас песня, которая вот сегодня с утра пришла в голову И вот она как раз в памяти моего друга Игоря Который ушел как будто бы вчера Но уже прошло столько много лет Я буду подглядывать, вы что-то не ругаете Потому что Все это свежее Время бежит Несется Летит В этом космосе жизни Ты глушдающий метеорит Ты попал в притяжение Самых близких людей Здрасте Ночь Я так хотел С тобою встретиться Ночь На небе звезды И немного луны Я люблю, когда холодно спать Я бурый медведь Я могу даже пчел достать Я бурый медведь Я хозяин своей тайги Если ты разводил меня Моги в руки Я люблю Я люблю свою брату Ребята Я только на ней Будьте здоровы, ребята Товарищи За рулем шикарно Но мы вызываем трезвых водителей Короче, как вы поняли С этой стороны ребята Которые Нормальные Могут А с той стороны ребята Которые потом нас повезут Тебя не сломать Тебя не сломать Тебя не сломать Тебя не раздать Тебя не разбить Спасаешь себя Чистым небом дыша Спасибо Вы знаете, у нас нет такой привычки Очень хорошей, правильной привычки Когда артист уходит и выходит Нет, это здорово Делать иногда такую штуку Особенно в театре Это вообще здорово Когда ушли и вышли Я согласен У нас другая система У нас надо выпекать Все там нажимать Чего-то не дай бог Потом что-то не включится Лучше мы сейчас сразу Как будто нужно Здесь Птицы Здесь Птицы Шипеют Тревожно Живем Заголдом Аптеком Лису Вот я сейчас ребят подбаду Чтобы они Чтобы им плываться лучше Сергей Ильич Еще раз, да Спасибо вам За то, что вот вы встретились с нами А мы с вами Как говорится С ним Снапстор Пурра Базилюра Спасибо огромное Как говорится Да Не боимся Держимся Делаем свое дело Не болеем А если болеем То в легкую Вот И встречаемся Спасибо огромное Все вам самого-самого Наилучшего Всегда Мы еще раз хотим выпить за вас Спасибо огромное Спасибо огромное Было очень приятно Мы сыграли не все песни Но в следующий раз Обязательно споем Спасибо большое Спасибо Наше посещение клуба ресторана Магнус Локус Закончилось Концерт группы Серьга тоже завершился Поэтому хочу подвести Некоторые итоги Напомню вам Ради чего мы сюда приезжали А мы продержали ради трех целей Первое Вкусно пообедать Второе Посмотреть концерт Группы Серьга И третья Самая главная Цель Которая должна быть первой Мы хотели посмотреть Диспозицию Можно ли здесь нам Делать свой первый Живой концерт Поэтому я начну с конца Для наших целей Этот клуб не подходит Он такой элитный Небольшой Зал У них там три зала Один зал Этот сверху Там 100 посадочных мест Максимально Аппаратура Хорошая Одинокордовская аппаратура Усилители Но Она не для громкой музыки У нас все таки Более тяжелая музыка Хард роковая Внизу есть еще зал Где-то местно на 50 Очень уютно Тоже там проходят концерты Но редко они говорят И еще маленький залчик Есть такой уютный Виповский такой зал Где можно Просто посидеть В узком кругу Вот Ну видите Вот это антураж Магнус Локус Так что вот такой вот Уютненький Клуб ресторан Магнус Локус Где можно прийти Пообедать Поужин Даже позавтрак У них меню Большое завтраков Меню большое Основных блюд Салатов Все оригинальные блюда Хорошее Вкусное Мы попробовали несколько блюд Вкусно все Значит повторюсь Для наших целей Для проведения первого концерта Нам нужно более демократичное Заведение Где есть танцпол Здесь танцпола нет Где есть сидячие места Чтобы были желающие И посмотреть И послушать Посидеть Вкусно поесть Выпить Искоря И послушать нашу музыку И для тех людей Которые демократичны Только за вход За платье Чтобы они могли прийти И потанцевать Поэтому нам нужно Такое заведение Но Мы не пожалели Что сюда пришли По двум причинам Во-первых Мы узнали новое место Такое Знаете Степенное Где собираются люди Достаточно взрослые Состоятельные И выступают Такие же музыканты Я первый раз Был на концерте Рок-группы Серьга Это одни из Самых ярких Представителей Русского рока Многие говорят Да у нас нет Да вообще нет Не существует Никакого русского рока Есть просто Рок И все Нет ребята Я не соглашусь С этим По одной единственной причине Да Родина рока Это Америка И Британия Это музыка Американская По сути дела И она обусловлена Ритмическими Особенностями Английского языка Но Я классифицирую Русский рок Следующим образом Что такое В моем понимании Русский рок Это когда люди Играют гитарную музыку Вот как это делает Серьга Там три гитариста Бас гитарист И сам Сергей Галанин Который периодически Тоже один раз Взял гитару И спел И вот этой Гитарной музыке Потому что Рок музыка Это гитарно-барабанная музыка Ее основа Вот этой музыке Гитарно-барабанной Наши люди Наши музыканты Прикрутили Нашу манеру пения Нашу русскую Распевную В долю Манеру пения И поэтому Когда вот это соединяется Это и есть Такая разновидность Рок-музыки Ответвление Русский рок Распевное русское пение Равнодольное И гитарная музыка Вот яркий представитель Такого рока Это Сергей Галанин Он поет И песни Зыкиной И песни Высоцкого И это все В этой стилистике Я вот поэтому И говорю Что это и есть Русский рок Почему я получил удовольствие Потому что этот человек Сам получает удовольствие От того Что он играет Я хочу вам привести Яркий пример Иосифа Давыдовича Кобзона Я однажды был На его концерте Так вот Он пел Порядка пяти часов Настолько он любит Это свое дело Там уже люди Не выдерживали А он все пел и пел Стандартный концерт В подобных заведениях Это полтора часа Сергей Галанин Со своей бригадой Пели два с половиной часа Он пел и пел Он получал от этого удовольствие Ну и соответственно Получал от этого удовольствие Публика Которая знает его песни Любит его песни И которая пришла на этот концерт Несмотря на то Что билеты достаточно недешевые Но они пришли И подпевали ему И выходили на сцену И пытались обниматься И угощали его водкой Выносили на подносе Рюмки водки Поэтому такое душевное мероприятие было Я аплодирую Сергею Галанину Особенно за его новую песню Которую он спел под простую гитару Ну гитара-то была электрическая Полуакустическая Но он спел как по простую гитару Очень достойная вещь И Что бы я еще отметил По поводу русского рока Русский рок Он осмысленный И вот у Галанина Песни достаточно глубокие И осмысленные Он не матерится Он поет приличные вещи И Они действительно глубокие Не заставляются задуматься О дружбе О предательстве О смелости Хорошие песни Поэтому я аплодирую Сергею Галанину За его любовь к музыке Несмотря на его возраст И за Его любовь к публике Очень достойно Он Очень Хорошо Общался с публикой Очень приятно было Поэтому Вот такие вот У меня впечатления Я повторюсь еще раз Я аплодирую Сергею Галанину И Говорю, что не зря сходили Все узнали Теперь будем искать другой клуб И вас пригласим с собой Опять будем обследовать У меня все на сегодня Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Молощуком 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 Молощук